Привет, друзья! Приветствую вас у себя на канале. Сегодня будем печь очень вкусный, домашний, ароматный хлеб. Хлеб по этим пропорциям получается очень вкусный. Хрустящий снаружи и очень мягкий внутри. Смотрите, какой он. Хлеб просто идеальный. Хрустит. А перед тем, как начать, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Рецепт рассчитан на пол-литра воды. У меня мерная чаша, пол-литровая. Налью 2 стакана, 2 порции. Добавляю дрожжи. Добавляю сахарный песок и всё хорошенько перемешиваю, чтобы дрожжи вошли в реакцию с сахаром. Только тогда добавляю муку. Тесто делаю безопарным способом, потому что у меня дрожжи проверенные. После того, как перемешаю немного муки, добавляю соль. На стакан идёт 2 ложки растительного масла. Одну ложку оставлю в конце для посуды, куда буду перелаживать. Сейчас добавлю 3 столовых ложек. Ещё один момент. Я точно про порции муки напишу под видео, но вы добавляйте понемногу. У всех мука разная. Может пойти немного больше, может пойти немного меньше. С того, как перемешивать с ложкой уже неудобно, я буду вымешивать руками. Тесто у меня уже готово. Оно получается вот таким мягким, эластичным. Но муку больше добавлять не буду. Беру чистую посуду, добавляю немного масла. Свазываю бока, чтобы не прилипало. И перекладываю тесто туда. Немного здесь тоже перемешу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как называется этот процесс. Замешивать или перемешивать тесто. И закрываю полотенцем. Не люблю зимнее время. Не люблю холод. Дрожжевое тесто тоже не любит холод. Вот поэтому закрываю пленкой и оставляю теплее, пока поднимется. Тесто хорошо поднялось. Смотрите. Прям шипит. Руку смачиваем в воде. Тесто хорошенько вымешиваем. С краев собираем внутрь. Обязательно надо перемешивать хотя бы один раз, чтобы хлеб был пышным. Закрываем полотенцем и оставляем, чтобы тесто поднялось во второй раз. Тесто уже поднялось во второй раз. Руку макаем в воду. Вот так делаем, чтобы вышел воздух. Немного обминаем. После того, как еще раз перемешала тесто, подготовила противень. С этого количества теста у меня получится три хлеба. Беру прямо с посуды и делаю вот такие маленькие колобки. Формирую хлеб в виде ромашки. Вот так. Очень удобно брать тесто с большой миски и формировать хлеб. Не надо больше перегладывать на стол. С этого количества у меня получилось два противня ромашки и один батон получится. Тесто ставим на расстойку. Как поднимется, буду выпекать. Тесто на расстойке хорошо поднялось. Ставим в разогретую духовку на 220 градусов, пока появится такая красивая золотистая корочка. Перед тем, как поставить в духовку, я сделаю надрез. Если у вас есть очень острый нож, делайте ножом. Если нет, новой бритвой можно сделать. Эта бритва еще лучше получается. Вот так. Чтобы вышел воздух. И ставим в духовку. Идеальный хлеб. По этому рецепту получается очень вкусный, ароматный, хрустящий снаружи и очень мягкий внутри хлеб. Никакой покупной хлеб не сравнится с домашним ароматным хлебом. Пропорции идеальны. Попробуйте и вы по этому рецепту. И напишите в комментариях, пожалуйста. А кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поддержите, пожалуйста, меня. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok